Президент Украины Пётр Порошенко, похоже, решил порвать с прежними соратниками-радикалами. Прямо в Верховной Раде был стремительно лишён неприкосновенности экзаместитель батальона АЗОВ Игорь Масейчук. А уже сегодня разоблачению подвергли его непосредственного начальника, лидера радикальной партии Олега Лешко. О том, для чего сейчас власть лишает иммунитета бывших попутчиков. Из Киева Дмитрий Хрусталёв. В Куарах Верховной Рады ещё активно обсуждали политический спектакль с арестом депутата Масейчука. Председатель фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко с трибуны уже выдавал новую порцию компромата. Рассказ о незаконных авантюрах, которые в 90-х осуществлял Олег Лешко, он прочитал в стиле Гоголя, сравнив лидера радикальной партии с ревизором и подкрепил историю документами прокуратуры. Он был и является аферистом, был и является артистом. Но сегодня этот артистизм валит в страну. Он приводит политическую коррупцию. Лешко берёт в рот много громких слов, но не отвечает за свои действия. Надо прекратить это, надо отвечать за свои поступки, Олег Валерьевич. Есть заявление о коррупции, вперёд в прокуратуру. Вас там давно ждут. Я думаю, что вас и вашу команду выбирали депутатами в парламент для того, чтобы вы защищали Украину, а не выполняли политические заказы. Я не обращаюсь к Луценко, он в моих глазах после своих выступлений упал ниже плинтуса. Я обращаюсь к людям. Посмотрите, на что они готовы пойти. Украинский народ будет бороться и переможем. Другая порция компромата, предоставленная лично прокурором, произвела такое впечатление на депутатов, что согласие на уголовное преследование члены радикальной партии дают за считанные минуты, хотя по закону процедура занимает не меньше недели. Самарест походил на реалити-шоу, которое в прямом эфире транслировали сразу несколько украинских телеканалов. Обыск машины, осада кабинета, где заседала радикальная партия, где укрылся Масейчук. Лидер фракции Лешко наотрез отказался пускать сотрудников СБУ. Ты со мной будешь биться? Я питаю, ты биться со мной? Попробуй. Очевидная, скорее всего, попытка предупредить и других, несогласных с политикой президента, с политикой центральной линии партии, о том, что с ними то же самое может случиться. Это касается и блока Юлии Тимошенко, и самопомничи. Возможно, это также своего рода предупреждение спонсорам Лешка. Говорят, что в последнее время он тесно связан с группой приват Коломойского. Позже Масейчука в сопровождении сотрудников СБУ всё-таки вывели из здания парламента. Наручники при этом на него не надевали. Этими действиями они консолидируют всю радикальную оппозицию. Это очень опасно, потому что на стороне вот этих радикалов есть ещё масса вооружённых людей. Совпадение или нет, но разоблачительный материал появился накануне и на бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко. Якобы на своих родственников он оформил несколько гектаров земли под Киевом, а сейчас числится советником строительной компании, которая регулярно выигрывает тендеры на самые большие проекты в столице. Известно, что после отставки Наливайченко рассорился с Порошенко, а покидание зданий СБУ вынес чемодан компромата на нынешнюю власть. Сегодня же одного из лидеров самопомощи, Егора Соболева, руководителя антикоррупционного комитета в парламенте, вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Очевидно, борьба внутри коалиции вступает в новую фазу. Мы вчера увидели блестящую работу Генерального прокурора. Я думаю, что театр Франко должен заинтересоваться этим прекрасным артистом. Вопрос об избрании меры пресечения члену радикальной партии Мусячуку Печерский суд рассматривал почти весь день. Я сегодняшний день оголошу голодувание. В клуарах Верховной Рады уже открыто говорят, что дело против Мусячука это только начало войны компроматов. В списке генпрокурора Шокина на арест десятки фамилий. Уже на будущей неделе Верховную Раду внесут представление о лишении неприкосновенности сразу нескольких депутатов. Дмитрий Хрусталёв, Владимир Кальский, Максим Колесников. Вести. Киев. Украина.